Вчера в город над Бугом прибыл ковчег с частицами мощей святых Петра и Февронии Муромских. Символично, что в Брест святыня прибыла в день семьи, любви и верности, который традиционно отмечается именно 8 июля. Только в первый день пребывания мощей святых супругов на Берестейской земле поклониться им приехали сотни православных христиан, которые с большой радостью и почтением ждали это событие. Это счастье. Это для моей семьи. У меня трое детей. Мы вечером еще придем. Сейчас идет причащение маленьких деток. Мы хотим домой сходить, подождать мужа и все придем вечером уже. Вы знаете, это счастье, это радость для всех. И дай Бог, чтобы каждый верующий, который носит крест, который верует, пришел сюда и посетил, и почувствовал это тепло. Я молюсь всегда Петру и Февронии, чтобы Господь по их святым молитвам сохранил их семью и мою тоже, и все наши семьи. Потому что семья – это маленькая церковь, а когда у нас будет семья, значит, у нас будет мир на земле. На литургию и молебен, которые состояли сразу по прибытии святыни в город над Богом, берестейцы приходили целыми семьями. Как считают сами прихожане, большое количество и совсем маленьких жителей края и подростков на подобных церковных богослужениях – символ того, что настоящая глубокая вера все чаще находит отклики в сердцах людей. Мы любим ходить с бабушкой в церковь. Сегодня привезли в церковь мощь от святых. Мы приехали с церковной школы. Это очень важно в наше время, что такое происходит, и сейчас все больше и больше людей стремится к тому, чтобы приходить в церковь и просить защиты, покровительства. Известно множество случаев, когда после молитвенного обращения к святым Петру и Февронии Муромским люди исцелялись от неизлечимых болезней. Многим одиноким святые помогли найти свою вторую половину, бездетным супругам получить долгожданного ребенка, а в разрушенной семье вернуть мир и любовь. Поклониться мощам, попросить о защите и благословении берестейцы могут до 20 июля ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Святыня установлена в приходе строящегося храма в микрорайоне Южный, который находится между улицами Жукова и Рокоссовского.